Как наладить взаимодействие правоохранителей и общественности и снизить риск преступных посягательств? Вопросы безопасности обсудили на расширенном заседании Совета территории номер 15. Во встрече участвовали мэр Белграда Константин Полежаев, начальник городского ОМВД Евгений Гаенко, активисты округа. Перед заседанием гостям показали спортивные объекты учебного заведения. Репортаж Елены Коржовой. Волейбол, баскетбол, эта полоса препятствий постоянно занята у нас. Экскурсию по территории учебного заведения проводит для гостей директор Николай Перестенко. На базе 32-го лицея размещены тренировочные площадки четырех спортшкол. Только под теннис тут оборудованы четыре корта. В занятиях большим и настольным видами игры заняты почти 450 детей. Но места для тренировок хватает и им, и жителям микрорайона. У нас есть специальный график посещения с, я вам скажу, значит, они занимаются у меня до 18.00. С 18.00 до 22.00 население города занимается на всех спортивных сооружениях. Занятия проводят по расписанию. Днем вся тренировочная база отдана под уроки физкультуры и занятия в спортивных секциях. А вот утром и вечером тут принимают всех желающих. Причем есть и такие, для кого 6 утра – самое удобное время. Жители приходят вот с этих окрестных домов, значит, я их записываю в соответствии с паспортом, даю ключи, и они бегают. В основном бегают здесь. Оценив созданные условия, глава городской администрации подчеркнул, спортивные площадки всех без исключения городских школ должны быть и будут открыты для жителей микрорайонов. И раз мы уже продвигаем активный образ жизни и здоровый образ жизни, тогда и площадки, мы же их строим для чего? Для населения. И они должны работать на все окружающее население. Спорт – достойная альтернатива асоциальному образу жизни. Какую еще работу по обеспечению правопорядка нужно проводить и кому? Обсуждали уже на расширенном заседании Совета территории номер 15. Встреча прошла в форме открытого диалога. Тон общению задал заместитель начальника регионального УМВД Владимир Яценко. Решить все проблемы раскрытия преступлений самостоятельно органы внутренних дел не могут. Необходимо взаимодействие, связь, то есть обратная связь от вас. Вместе, только вместе мы можем обеспечить правопорядок и сделать так, чтобы город Белгород по праву был одним из лучших городов Российской Федерации. Живое общение предварил доклад старшего участкового уполномоченного Александра Зайцева. В зоне ответственности пункта номер 14, где работают он и его коллеги, 56 многоквартирных домов в центральной части города. А это около 18 тысяч жителей. Зайцев отчитался о статистике за 4 месяца этого года. По сравнению с годом прошлым число преступлений сократилось с 84 до 56. В эти преступления входит 10 краж, 21 мошенничество, 16 в сфере миграции иностранных граждан, 3 в сфере незаконного оборота наркотиков. Личным составом участковых уполномоченных полиции, участкового пункта полиции раскрыто 27 преступлений. Участковый подчеркнул активность жильцов в работе по профилактике нарушений порядка. Правоохранителям оказывает помощь народная дружина в составе 12 человек. В этом году дружинники выявили 77 административных правонарушений. В ходе разговора отдельно остановились на проблеме распространения наркотиков. Так называемые закладки беспокоят неравнодушных горожан. Но не все знают, куда лучше сообщать об этом. Есть ноября, есть дежурные службы, есть наряды, которые работают, которые выгодят и ехать, содержат пункт разбираться. Повсеместное распространение точек торгующих пивом – тоже один из наболевших вопросов. Мэр Белгорода Константин Полежаев подчеркнул, законодательного ограничения на открытие таких магазинов нет. Однако на уровне региональной власти введен ряд требований, призванных урегулировать ситуацию. Мы внесли свои предложения в областную думу, они были приняты, вы знаете, да, то есть, чтобы она не выходила на детскую площадку, еще какие-то позиции там, то есть определенные ограничения. Время меняется, они тоже приспосабливаются к этой ситуации. Да, не выходят на детскую площадку, но где-то выходят с торца дома. Поэтому в этом направлении работаем. Меня тоже это тревожит, то есть расположение пивных в жилых домах, да еще и в такой концентрации тоже меня беспокоит. Поэтому будем работать и в этом направлении. Но более эффективная работа будет при активном взаимодействии не только органов власти правопорядка, но и самих горожан. Об этом не раз напомнили в ходе встречи. Главный полицейский города Евгений Гайенко озвучил телефоны, по которым принимают звонки круглые сутки. Единый телефон доверия 352-033. Там принимается любая информация и по наркотикам, и по сбору алкоголиков. То есть все, что касается направления правоохраны. По линии КИБДД телефон держан на счастье 26-42-30. Вот для информации, каждый третий пьяный, который был задержан в прошлом году, он был задержан по звонку людей. Полиция обязана и будет наводить порядок. Но эффективнее и быстрее будет, когда будем работать все вместе. Мы, власть со своей стороны, полиция со своей стороны и жители со своей стороны, только так мы можем навести порядок. Потому что если уж мы строим с вами солидарное общество, да, и девиз солидарного общества – умная и открытая власть, эффективная экономика и активное гражданское общество, вот тогда у нас она будет в лачке, да, солидарно, вместе. Вот полиция, вот власть, вот жители. И вместе мы должны эту работу делать. Отметим, что на сегодняшний день надежными помощниками полицейских являются работники муниципальной стражи. Таковых почти 200 человек. Еще около 500 неравнодушных горожан объединяют добровольные народные дружины. И в них готовы принять всех желающих. Елена Коржова, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород. Продолжение следует...